Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Чисто культурный четверг». В студии открытого канала вас приветствуем мы, Григорий Гришин и Ольга Яковлева. Мы расскажем о культурных и околокультурных событиях последних двух недель. Любите книгу. Она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в бурной и пестрой путанице мыслей, чувств, событий. Она научит вас уважать человека и самих себя. Она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру и человеку. Максим Горький. Писать должен лишь тот, кого волнуют большие общечеловеческие и социальные проблемы. Джонглс Уорси. Джонглс Уорси. У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести – Александр Герцен. А к чему мы все это? А к тому, что в России начался год литературы, с чем мы вас всех и поздравляем. И по этому поводу на торжественную церемонию в МХТ имени Чехова приехал известный любитель художественного слова, президент России Владимир Путин. Открывая год литературы и произнося соответствующие моменту слова о важности художественного слова и величии русского языка, Владимир Владимирович обмолвился о допустимости неформатной, как он сказал, лексики. В то время как по поводу этой лексики в последнее время было сломано очень много копий, в то время как официальная власть резко негативно относилась к возможному мату в произведениях искусства, деятели культуры выступали не за полный запрет мата в произведениях искусства, а за возможное введение некоторых возрастных ограничений в тех или иных произведениях. Владимир Путин высказал следующую максимум. Говорят, что для того, чтобы добавить выразительности, нужно еще использовать и неформальную лексику, или неформатную, как правильно-то все-таки. Толстому не нужно было добавлять такую лексику, Чехову тоже, тоже Бунину не нужно было. Вам виднее литераторам. Может быть, чтобы быть ближе к народу и можно допустить, ну, собственно, вот эту самую лексику. Эти слова первого лица знаменуют собой некий поворот государственной политики, еще не так давно склонной к исключительно только запрещать ненормативную лексику, в том числе везде, где только можно. В общем-то, так вот, как-то с мата, с неформальной лексики начался в России год литературы. Но это произошло в Москве, а у нас в Саратове государственный университет проведет в этом году фестиваль литературы в пяти действиях, прирученный к году литературы. Автором идеи выступил научный руководитель Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета Валерий Прозоров. Мы будем внимательно следить за этим фестивалем и отразим его основные этапы в наших будущих передачах. В Саратовском областном доме работников искусств открылась выставка студент-художник-педагог, приуроченная к Татьяниному дню, дню студента. На стенах новых экспозиционных площадей, представленных бывшим домом офицеров, свои работы разместили учителя и их ученики, а именно преподающий в колледже искусств скульптор Андрей Щербаков и его ученики, доцент кафедры архитектуры СГТУ Вячеслав Марковин и его ученики и преподаватель Саратовского художественного училища Валерий Апин. В залах Садри была представлена скульптура, живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Открытие выставки сопровождала музыка в исполнении учащихся колледжа искусств. И время, и пространство, и мы стараемся как бы вглубь копать. Вот неспроста такая тема, педагог и студент. То есть педагог бывший студент. Он передает свой опыт, свою энергию, свою школу новому студенту. Тоже интересная эстафета такая. Потом само выставочное пространство, оно требует какой-то большой идеи, большое выставочное пространство, и она хорошо ложится вот в этом пространстве тоже идея сама. То есть педагог и студент. И она во временном отрезке как бы укладывается. Я неспроста вот на открытии упоминал, что самыми первыми педагогами художественного училища и даже директорами были выпускники художественно-промышленной академии именно Штиглиц. То есть петербургское влияние на саратовскую школу, оно с исторических давнишних лет идет. И эта преемственность, она тоже укладывается. Понимаете, это тоже такая историческая фестиваль. С вопросом об идее выставки и о преемственности в Саратовской художественной школе мы обратились к скульптору Андрею Щербакову. Вообще, как бы, когда художники, которые работающие и занимаются преподавательской деятельностью, это, в общем-то, для студентов это большой плюс. Потому что я сам учился, прошел, так скажем, все стадии развития художника, то есть от начала художественной школы, училища и потом института. Потом еще и стажировался в творческом мастерстве учаевого интернации. То есть я всех своих преподавателей прекрасно поздно начинаю с художественной школы. И когда педагог еще является хорошим работающим художником, который выставляется, который, так скажем, в процессе обучения может ребят привести к себе в мастерскую, показать, как работают художники, это, в общем-то, дает большой импульс, так скажем, для ребят. Они видят, как это все происходит. Саратовская гармоника – один из брендов нашего города. 24 января в помещении Института развития бизнеса и стратегии Саратовского государственного технического университета была представлена книга Владимира Вардугина «Гармошки-перебор. Саратовский разговор», посвященная нашему славному музыкальному инструменту. В переполненном зале собрались герои книги-люди, причастные к созданию гармошки или игре на ней. Выступали лучшие гармонисты региона. Немалую роль возрождения производства Саратовской гармоники сыграл Саратовский государственный технический университет. На его базе существует музей Саратовской гармоники и готовятся специалисты, мастера по производству этого музыкального инструмента. Денеги на то, чтобы напечатать книгу, были также выделены техническим университетом, в чём издательстве книгу увидела свет. Автор книги Владимир Вардугин долгое время собирал материалы перед тем, как сесть за написание книги. Замысл возник в 1998 году. Тогда гормонная фабрика ещё у нас, гормонный цех работал. И меня поразило вид такой непритязательной фабрики. Уже в упадке было. Сидел один Пётр Фёдорович Текучёв наш, как он себя называет, последний гормонный мастер. Я потом к нему приходил, мы побеседовали. Я думаю, если писать историю Саратовской гармоники, чем заканчивать книгу? Плачем Ярославным. Как, ой, как всё плохо. Вот. И я решил, что когда вот подправится дело, и тогда я буду писать книгу. Вот. Но тут пришёл 2005 год, гормонный цех вообще закрыли. Вот. И где-то года через два, через три общественность, словно очнувшись, смотрит гармошки. Нет, никто не делает. Дело хорошее гибнет, пока не найдётся человек, который что-то конкретно сделать. И такое конкретное дело сделал Игорь Рудольфович Плеви, ректор Политехнического университета. Он издал приказ на базе профлицея, это бывший профтехучилище мебельщиков, на факультативной основе готовить гормонных мастеров. Кстати, к возрождению Саратовской гармоники ведь причастен и кинофестиваль «Саратовские страдания», потому что Саратовская гармоника является одним из главных призов фестиваля. И благодаря ему наш бренд, наш музыкальный инструмент оказался более чем в 10 странах мира в руках режиссёров, получивших приз из «Саратова с любовью». Автор также рассказал нам о специфике Саратовской гармоники, о специфическом её строе и о том, чем же она всё-таки отличается от других гармошек. Ну, если одним словом сказать, то это слово будет задорное. Вот именно задорное. Тут и колокольчики, и сам строй. Как говорят специалисты, на ней очень сложно сыграть минорную мелодию, грустную мелодию. И вот когда у нас в 2005 году «Гармонный цех» закрыли, сняли фильм нашей нижневойческой студии кинохроники, сняла фильм под названием «Ля минор для Саратской гармоники». То есть тут такой получился «Оксюморон», да, как говорят специалисты. То есть несоответствие этого. Она же у нас настроена в мажоре, а тут «Ля минор для Саратской гармоники». То есть вот. Ну, вот сейчас, если и нельзя говорить, что так уж мажорные дела все идут, что всё хорошо. Но на сегодняшний день сохранилось главное. Сохранился интерес народа к нашей, как говорят, народному бренду. Уважаемые зрители, хорошо ли вы знаете культурные учреждения нашего города? Часто ли вы бывали в них последнее время? Всё ли вы помните? Начиная с этой передачи, мы вводим рубрику, посвященную жизни и деятельности особенных саратовских очагов культуры, известных или не очень мест культурного досуга саратовцев. И начнем мы с Краеведческого музея, одного из самых известных музеев Саратовской области. Давно ли вы были в Краеведческом музее? На последние ночи музеев? В детстве? Тогда вам нужно срочно обновить свои исторические и краеведческие знания. Саратовский областной музей Краеведения один из старейших в Поволжье. В нем 32 зала. Его экспозиция включает 6 постоянных и 6 временных выставок. В фондах музея насчитывается около 400 тысяч предметов из истории, археологии, культуры нашего города и области. Отличительной особенностью музея является то, что именно основание экспоната, музейного предмета мы пытаемся донести сегодня до посетителей, до жителей города, области, наших гостей исключительно особенности нашего региона. Ее уникальную историю, культуру, самобытную природу. И вот эта коллекция, это собрание, она формировалась на протяжении практически 130 лет. Через год мы отвечаем свое 130-летие. Сегодня мы прогуляемся по некоторым музейным залам, покажем вам интересные экспонаты и, может быть, расскажем вам факты, о которых вы и не подозревали. Уже при входе в музей посетители встречают вот такой симпатичный сенсорный киоск, где можно ознакомиться с основной экспозицией. Одна из новых экспозиций музея – это временная выставка прикосновения к прошлому. Она представляет собой находки, сделанные во время раскопок на увеке. Все мы помним фестиваль «Один день из жизни средневекового города» в сентябре прошлого года. Теперь попасть в Саратов в времен Золотой Орды или город Укек можно без лишних проволочек. Город Укека – это всего лишь одна из страниц этой истории, их очень много. Поскольку мы ее исследуем, мы можем сказать, что у нас есть очень интересная история, которая достойна того, чтобы наши жители ее знали и гордились. Мне кажется, что нам в современном мире не хватает корней. Мы стали некие такие перекати-поле. Очень легко меняем место, потому что мы не чувствуем под собой той самой земли, на которой живем. И вот мы задались такой задачей, помимо научного исследования, все-таки объяснить людям, что эта земля есть. Она очень интересная, она безумна и бесконечно интересна. Этот комплекс внутренним, деталью убранства золотардынского жилища – это тоже во многом наша фантазия. На основании материалов археологических, которых у нас умеется, описание путешественников, скажем так, зажиточный человек. Здесь у нас, посмотрите, стена, в которой ниши, то есть золотардынский дом, он был минимальным по количеству мебели. И поэтому очень большое количество посуды, различных предметов бытовых, они хранятся в этих нишах. И то, что вы там видите, это уникальная посуда, это или Сирия, или Египет XIII века, довольно редкая. А лежанка, она располагалась практически по периметру всего дома, в виде буквы «Б», «П» или «Г». И, в общем, здесь было всегда тепло на ней. Вот так вот зимой в золотардынском городе жили. Большой популярностью выставка пользуется у школьников. Можно в рамках обучения сколь угодно долго рыться в песке. А это Мел, собака Дмитрия, непосредственно участник всех экспедиций. Поэтому он тоже, точнее, его картонная копия по праву занимает свое место в этом зале. Отдел природы рассказывает нам о Саратовском крае. Область лежит в трех климатических зонах. Еще бы для статистики, по размеру она равняется площади Бельгии, Швейцарии и Албании вместе взятых. Жалко, что не по благосостоянию. Начинается вот от этой диорамы, тетеревиный ток. Она представляет собой окрестности Вольска. Из Вольского района, вот оттуда, северо-запад, здесь и степи. Мы движемся через зону степей в полупустыню. Вот на переднем плане, видите, брачное токование тетеревов отображено. Ныне очень редких у нас птиц, практически не гнездящих, будем так говорить. Это центр нашего Заволжья. Это уже степная зона, причем заволжские степи. Но причем показан участок степи в окрестностях села Долина Федоровского района весной. Это 30 апреля 1991 года. Вы видите, что здесь участок нераспаханной степи отображен, то есть целинный, который украшен целым ковром тюльпана. Тюльпана Гесснера, его сейчас так называют, нашего степного аборигена, красивейшего, внесенного только в Красную книгу нашей Саратовской области, но и Российской Федерации тоже. И третья диорама, она знакомит, дает представление о полупустыне. Сослики, слепыши, слепушонки, песчанки, полевки, тушканчики, ямуранчики, мыши. В общем, вот эта вся живность, обитающая в норах. Там хорошо, комфортно и летом, в жару, и зимой там тепло, то есть животное еще впадает в спячку. Раньше в Волге водились вот такие рыбы. Это они в натуральную величину. А вот какой симпатяга сайкак. Или вот такое невегетарианское зрелище. В отличие от экспонатов, сотрудники отдела природы ютятся в гораздо более скромных помещениях. Хотя нет, вот этой птичке тоже не повезло. Одна из самых популярных, постоянная выставка музея «Дорога в космос» гордо и злободневно называется на сайте музея «Гагарин наш». Главная достопримечательность выставочного зала «Дорога в космос» – это тот самый самолет, на котором учился летать Юрий Гагарин. Дорога в космосе «Гагарин наш» В Саратовском краеведческом музее совершенно уникальные, легендарные предметы. Представляем вашему вниманию топ-3 от старшего научного сотрудника Ксении Йени. Например, такая легенда имеется у Кушака, который принадлежал Пугачёву. Существует легенда, что когда Пугачёв пошёл в Саратов, мальчик встретил его колокольным звоном. Тогда так встречали только царей. И заказанную ему честь, Пугачёв подарил мальчику свой Кушак. Кушак долго хранился в семье мальчика, а затем был передан учёной архивной комиссии. Часы сделаны из палисандрового дерева. Эти часы сделал крепостной мастер-самоучка Александр Соколов. Это не просто часы, но и часы-календарь. Они показывают дни недели, дату и месяц. Данное кресло сделал санкт-петербургский мастер Василий Шутов. Всего он сделал подобных кресел 50, и ни одно не было похоже на другое. На дуге написано пословице «Тише едешь, дальше будешь». Такая имитация русских саней. А перчатки, которые сделаны из одного куска дерева вместе с сидением, кажутся настоящими, почти кожаными. К сожалению, история кресел известна только трёх. Одно кресло находится в Русском музее, одно в орбитаже, и одно перешло к нам в музей краеведения. А это называется «Зал культуры». Так что, если наша студия по какой-то причине закроется, то программу «Честный культурный четверг» мы будем написать здесь. Да-да, играя на пианино и сплетничая на лавочке о нравах современной молодёжи. Вот это платье в начале 19 века девочка начинала шить ещё в 6 лет, и когда я исполняла 16, в нём она выходила замуж. Прошло два века, и как же всё-таки упростилась жизнь российских женщин. А это уже ближе к нашим временам. Предметы быта России 20 века. Любителям вкусной и здоровой пищи пароварка для среднего осетра, предшественник Mark II и дизайнерский айфон. Берите без прерыва цифры желаемых годы и месяца. К примеру, 1-9-1-4-0-9. Месяц и год начала Первой мировой. Саратовская жизнь. Копеечка за сентябрь 1914 года. 1 сентября. Пользу раненых. Вчера на центральных улицах можно было снова видеть продавщиц, нагруженных флажками и гербами, приехавших сюда попытать счастье из Покровска, где вчера был организован сбор в пользу раненых. Между прочим, в телефонистке брали не всех, а только незамужних девушек со знанием английского языка, небольшого роста, но с достаточно большим размахом рук, не менее полтора метра, чтобы она могла дотянуться до всех аппаратов. Эти залы посвящены рождению Советской Республики, революции и Великой Отечественной войне, в этом году, кстати, снова обретающей актуальность. Я думаю, что в связи с тем, что в этом году все-таки мы отмечаем очень серьезную дату, дату 70-летия Великой Победы, конечно, мы порадуем жителей, прежде всего, города, области это серьезными выставочными проектами, связанными с этой датой. Конечно, мы продолжим нашу традицию, это теперь традиция проведения фестиваля на увеке. Вы видите, какое сегодня внимание не только общественности, а, скажем, общества к этому уникальному памятнику Средневековью. Поэтому, я думаю, уже в ближайшее время будет разрабатываться программа совместная с администрацией города, с обществом друзей Саратовского областного музея Кровения, такое общество работает при музее, о разработке более масштабного плана проведения вот такого фестиваля на увеке. Не забыть, откуда мы родом, не потерять связь с прошлым – это основные задачи музеев локальной истории. Побывав здесь однажды, обязательно захочется вернуться. Мы надеемся, по крайней мере. Ну а выход из музея, как всегда, через сувенирную лавку. На сегодня все. Мы прощаемся с вами. Смотрите программу «Чисто культурный четверг» через две недели с обновленными... Материалами. Материалами. С вами были Ольга Яковлева и Григорий Гришин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok